А таких как Максим Аверин, говорят, настоящий мужик, брутальный мачо и любимец женщин. Звезде экрана и сцены неведом кризис среднего возраста, как и творческий. Работа – единственное, что заставляет Максима переживать. В интервью актер сыплет цитатами великих людей, улыбается по-голливудски, при этом утверждает, что внутри изменился и живет на полную катушку. В копилке Максима много запоминающихся ролей, от комедий вроде «Любовь зла», до драматической роли в киноленте «Магнитные бури». Ну и конечно, львиную долю популярности киноактер получил после съемок в сериале «Глухарь». После киношной карьеры служителя правопорядка, Аверин попробовал себя в роли последователя Асклепия, сыграв в телесериале «Склифосовский», хирурга Олега Брагина. Его знают не только по ролям в кино и театре. Знаменитым Максима Аверина сделали романы и харизма. При этом сам актер старается держать свою личную жизнь под семью замками, рассказывая журналистам только о творчестве, сериалах, фильмах и театральных постановках. Но интриги в округе Аверина плетутся постоянно. Ведь он давно заслужил славу любимчика женщин, которые не смогли устоять против его обаяния и харизмы. В СМИ постоянно появляется информация о романах актера с партнершами по площадке. Даже барышень, с которыми Максим общается и дружит, публика относит в разряд любовниц. Сам актер уже давно привык к слухам и домыслам о своей личной жизни. Иногда это его очень веселит. Аверин говорит, что значит он интересен публике. Актеру сейчас 46 лет, и он ни разу на камеру не рассказывал о своей семье, детях, браке. Из-за этого, журналисты часто пишут и о романах с актрисами, и о нестандартной ориентации. В последние женщины, обожающие Максима, не верят вообще. Ведь Аверин всегда был в почете у противоположного пола. Знаменитым актер стал после выхода на экраны сериала «Глухарь», где он играл полицейского с отличным чувством юмора. Говорят, что во время съемок у него был роман с Викторией Тарасовой, ну, а потом с Марией Куликовой. Максим всячески отшучивается на тему своей личной жизни, некоторые издания с явно желтым оттенком распространяли информацию даже о нетрадиционной ориентации звезды сериала «Склифосовский». Слухи пошли после дня рождения Максима. Мужчина отмечал его в гей-баре. Сначала кинозвезда вместе с друзьями гуляли в ресторане «Барин Рапан». После этого компания переместилась в заведение с голубой репутацией «Маяк». Позднее появилось видео с вечеринки. Во время празднования актер поднялся на сцену заведения, где его поздравляли актеры шоу «Трансвеститов». Веселая компания гуляла в гей-клубе до утра, а затем переместилась в отель. Максиму задавали вопрос о его ориентации, но свою голубизну мужчина не подтвердил. Последней женщиной, чье имя связывают с нашим героем, стала актриса Любовь Толкалина. Они заняты в одном кинопроекте с названием «Девочки не сдаются». Точной информации о женщинах в жизни Максима Аверина нет. Ведь он ее прячет от посторонних глаз. Из-за этого его фанатки и репортеры не могут отыскать точных данных о том, какие дамы присутствовали в жизни актера до выхода «Глухаря». Ведь снимался Аверин много, среди его партнерш были и Елена Яковлева, и Екатерина Кузнецова, и Марьяна Спивак, и Анна Красько. А в браке по фильму он состоял с Екатериной Климовой. Киноактеру так часто приписывали многочисленные романы с коллегами по сцене, что нам остается только следить за развитием событий и не делать скоропалительных выводов. Из-за природного обаяния и колоссальной энергии, вокруг Аверина постоянно создаются интриги. Любые его знаки внимания к женщинам воспринимают, как флирт и повод к новым отношениям. Максим Аверин подогревал интерес публики к своей персоне, выставляя время от времени двусмысленные фото с коллегами. О браке с Анной Ардовой актер объявил во время телепередачи. Случилось это шесть лет назад, когда Максим отмечал свое сорокалетие. Окружающие были в шоке, ведь считали, что Ардова находится в браке с Александром Шавриным. Но она показала обручальное кольцо, чтобы подтвердить отношения с Аверином. Пара мило общалась, показывая теплое и нежное чувство. Но, а потом стали появляться фото актера с ребенком. Фотография актера с младенцем на руках породила волну слухов. Оказалось, что Максим Аверин снова всех разыграл. Аверин в 2019 году признался, что влюблен, однако свою избранницу публике не показал. Совместных фото в Инстаграме не было, аккаунт наполнен только фото Аверина, актера и путешественника. Максим говорит, что пока не думает о семье и детях. Интересующий всех вопрос, есть ли у Аверина жена и дети, остается открыт. Он очень популярный актер с отличными внешними данными, потрясающим обаянием. Вокруг Макса всегда было много женщин, и их вниманием он не обделен. Однако семью и детей пока завести не торопится. Актер продолжает свою успешную творческую карьеру и снимается в кинолентах. Принимает участие в театральных постановках. Сейчас актер продолжает радовать зрителей интересными ролями. Его работа на съемочных площадках продолжается, но личная жизнь по-прежнему скрыта от посторонних. У него много новых ролей, которые смогут оценить любители кино, поклонники Максима Аверина. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так вы не пропустите следующий ролик.